МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Оборудование для белорусской АЭС готовят к выгрузке в Березинском районе. К этому утру прибыли 3 из 12 судов, на которых перевозят узлы для станции. Предполагается, что сегодня детали переместят на автотранспорт и повезут на островецкую площадку. Напомню, оборудование прошло путь протяженностью около 2,5 тысяч километров. Везли его из российского Волгодонска через Украину при помощи речных судов. К слову, груз весит более 700 тонн. Далее в Гродненскую область детали повезут на мощных тягачах. Белорусов, которые сегодня прибудут в петербургский аэропорт Пулково, ждут новшества. Там сегодня открывается новый пассажирский терминал. Туда переводят ряд международных рейсов. Пока комплекс будет работать в тестовом режиме. В то же время самолеты белорусского авиаперевозчика через неделю начнет принимать терминал Пулково-2, а не первый, как сейчас. С учетом этого для транзитных пассажиров организуют наземный трансфер между всеми пунктами посадки. В терминалах дежурят сотрудники аэропорта в униформе с надписью «Спросите меня». У них можно уточнить информацию о месте отправления и прибытия рейса. Вызовы и угрозы безопасности союзного государства обсудят сегодня в Минске. На семинар соберутся парламентарии, представители Министерств Беларуси и России, эксперты двух стран в области безопасности. Они обсудят, как противодействовать трансграничным угрозам, программы союзного государства в области обороны и правоохранительной деятельности, а также, как взаимодействовать по этим вопросам с межгосударственными образованиями и межпарламентскими структурами. В белорусские села хотят привлекать мигрантов. Им предложат вакансии по наименее востребованным специальностям. Стимулировать приезжих для работы в сельской местности собираются при помощи единоразовых выплат. Впрочем, уже сейчас для этого созданы благоприятные условия. В частности, вид на жительство таким мигрантам предоставляют за минимальный срок – 30 дней. Кроме того, предлагают жилье. Банк вакансий создан Министерством труда, и на сайте Министерства труда он размещен. В том числе, там указываются вакансии с предоставлением жилья. Вот на что мы делаем упор, когда пишем разъяснение иностранным гражданам. Если они не располагают жильем, то они могут подыскать вакансию с предоставлением жилья. В основном, это сельская местность, безусловно. И, воспользовавшись вот такой возможностью, поселиться в сельской местности, трудоустроиться и уже обладать каким-то жильем. Республиканская спартакиада для детей и инвалидов стартует сегодня в Минске. Эти соревнования для воспитанников домов-интернатов проводятся ежегодно в рамках национальной программы демографической безопасности Беларуси. Детский спортивный форум, приуроченный ко Дню инвалидов, продлится два дня. Добавлю, в настоящее время в нашей стране работают 10 учреждений соцобслуживания для детей и инвалидов с особенностями психофизического развития. Олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Елене Волчецкой сегодня исполняется 70. Знаменитая уроженка Гродно принесла родному городу первую золотую олимпийскую медаль в 1964 году. Это произошло на летних играх в Токио. Елена Волчецкая также неоднократно становилась абсолютной чемпионкой Советского Союза и Беларуси по отдельным видам гимнастики. После завершения спортивной карьеры заслуженная мастер спорта стала передавать опыт молодежи. С юбилеем известную белоруску поздравил президент Александр Лукашенко. Глава государства пожелал ей здоровья, оптимизма, счастья и благополучия. Введение пришло, зиму привело. Так говорят об этом дне верующие люди. Дело в том, что сегодня один из главных православных праздников – введение во храм Пресвятой Богородицы. И по народным приметам снег, выпавший после этого дня, не растает уже до весны. Синоптики подтверждают Беларусь в преддверии очередной атаки Атлантического циклона. Сегодня ожидается мокрый снег в перемешку с дождем, а в пятницу метели с сильным ветром порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха на протяжении рабочей недели от минус трех до трех тепла. На этом у меня все. Оставляйте свою информацию по телефонам горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго и до встречи в 13.30.